Всем доброго дня! Это Гелиосар и География просто. Учебник география 5-6 класса за авторством Дронова и Савельевой. Параграф 50. Подземные воды. Что происходит с водой, выпавшей на землю с дождем? Часть этой воды испарится, часть этой воды попадет в ручьи и далее в реки, а часть впитается в землю. Через какие горные породы вода просачивается быстрее? Пески или глины? Разумеется, через пески вода просачивается быстрее. Глины, как правило, воду не пропускают. Что такое родники-ключи? Это подземные воды. Точнее, это точки, где подземные воды выходят на поверхность. Почему в роднике вода холодная даже летом? Потому что прогреть такие достаточно глубокие земные слои крайне и крайне сложно обычному солнцу, поэтому вода там достаточно холодная. Как образуются подземные воды? Вода в земной коре находится в трех состояниях. Жидком, газообразном и твердом. Вода и водяной пар заполняют промежутки между частицами горных пород. Вода в твердом состоянии. Это кристаллики и прослойки льда в промерзших породах. Подземные воды. Это воды, находящиеся в горных породах земной коры. Подземных вод намного больше, чем поверхностных вод суши, рек, озер, болот. Они возникают за счет просачивания вглубь земли атмосферных осадков. В огнищие условия образования подземных вод способность горных пород пропускать воду. Различают водопроницаемые и водонепроницаемые, водоупорные породы. Вода с поверхности просачивается через водопроницаемые породы до тех пор, пока не встречает на своем пути водоупорные слои. Здесь она задерживается, постепенно заполняя поры, или трещины водопроницаемых пород. Пласты, насыщенные водой, образуют водоносные слои. Вода в них течет вниз по наклонной поверхности водоупорного слоя. Горные породы, которые пропускают воду, называют водопроницаемыми. Это рыхлые, пористые, вроде песка, гальки, гравия, или твердые, но трещиноватые породы, вроде известняка, песчаника, сланца. Чем крупнее частицы и поры, тем лучше водопроницаемость. Горные породы, не пропускающие воду. Водонепроницаемые или водоупорные. Это глины и любые не растрескавшиеся твердые породы. Какими бывают подземные воды? Из очередования пород с разной водопроницаемостью в земной коре на разной глубине может быть несколько водоносных слоев. Рыхлые и пористые породы сменяются водоупорными, затем снова водопроницаемыми и снова водоупорными. В зависимости от положения водоносных слоев различают грунтовые, межпластовые подземные воды. Воды верхнего водоносного горизонта, расположенного в первом водоупорном слое, называются грунтовыми. Межпластовые воды располагаются между двумя водоупорными слоями. Сюда вода с поверхности попадает только через те места, где водоносные слои выходят на поверхность. Глубина и толщина слоя грунтовых вод зависят от геологического строения территорий, рельефа и климата. На равнинах с холодным и влажным климатом грунтовые воды могут подходить к самой поверхности, способствуя образованию болот. Если климат жаркий и сухой, грунтовые воды располагаются на большой глубине. Глубина слоя грунтовых вод может меняться по сезонам года. В России весной грунтовые воды располагаются ближе к поверхности, летом – глубже. В пористых породах недр пустыни Сахары имеются огромные запасы подземных пресных вод. Их так много, что они могут обеспечить потребности всех стран, расположенных на территории пустыни. Однако эти воды залегают на глубине от 150 до 200 метров от поверхности. Обычным колодцам добыть эту воду невозможно. Грунтовые воды часто выходят на поверхность, образуя источники, родники, ключи, в понижениях рельефа, речных долинах, оврагах. Межпластовые воды добывают с помощью специально пробуренных скважин. Иногда вода бьет через скважину фонтаном. Такие воды называют артезианскими. И вот здесь показано, откуда берутся такие фонтаны. Видите, если это сильное понижение, а вокруг такие достаточно более высокие пространства, то есть достаточно высокое повышение, и получается так, что вода с повышения идет в понижение, то, как видите, может образоваться и полноценный артезианский фонтан этой самой воды, потому что вода в этом понижении будет под определенным давлением. Артезианские воды образуются в вогнутых слоях горных пород. Вода оказывается здесь под большим давлением, поэтому она фонтанирует при вскрытии скважины. Не все подземные воды пресные. Некоторые из них содержат много растворенных веществ и газов. Такие воды называют минеральными. На больших глубинах в толще земной коры возникает и возрастает температура, поэтому здесь подземные воды становятся теплыми и даже горячими. Если толщи земной коры сложены легкорастворимыми породами, известняками, гипсом, солями, то подземные воды вымывают в них значительные пустоты, полости, пещеры. Это явление природы, а также формы рельефа на поверхности и в толщах таких пород называют карстом. Вода не просто создает карстовые пещеры, она украшает их живописными каменными скульптурами. Из капель, просачивающихся с потолка пещер, как сосульки, нарастают вниз сталактиты. Из капель, падающих на пол пещеры, постепенно растут столбики, сталагмиты. Эти формы иногда срастаются, становятся, образуют единые колонны. Вопросы и задания. Откуда вода попадает в толщу земной коры? Она попадает туда, естественно, с поверхности. Назовите виды подземных вод. Это грунтовые и межпластовые воды. Что такое артезианские воды? Артезианская вода – это форма колодца, а не форма какой-то воды. Артезианский колодец – это колодец, который оказался в углублении, и так уж получилось, что там забил фонтан из грунтовых вод, так как вокруг были сильные повышения, и вода под землей оказалась под давлением. Что такое источники? Где они возникают? Источники подземные или надземные, они возникают там, где подземные воды образуют выход на поверхность. В чем минеральные подземные воды отличаются от пресных вод? Минеральные подземные воды, они содержат большое количество каких-то растворенных минералов или солей. Причем не обязательно, что это будет та самая поваренная соль, которую все именуют. Солей химических очень большое количество. И вот эти растворенные всякие соли и минералы образуют минеральные воды. Их часто продают в различных аптеках, и они достаточно полезны при определенных заболеваниях. Ну а то, что называют минеральной водой в обычных магазинах, там нередко бывает, что это просто самая обычная, просто фильтрованная вода. В чем ценность минеральных вод? Они бывают достаточно такими медицинскими, то есть хорошо помогают при лечении целого ряда заболеваний. Где образуются карстовые пещеры? Карстовые пещеры образуются там, где подземные воды вымывают легко растворимые породы из-под земли. По рисунку 171 расскажите о подземных и поверхностных формах карста. Да что здесь, собственно говоря, рассказывать? Есть подземные или надземные воды. Они оказываются в зоне, где присутствуют легко растворимые породы. И вода размывает эти породы, постепенно уносит их все, образуя крупные какие-то пространства, пустые, откуда просто вымыто, полностью убрана вся легко растворимая порода. Так образуются карстовые воронки, карстовые пещеры и так далее. Довольно-таки опасное явление, к сожалению, эти самые карстовые пещеры. Продолжение следует... Продолжение следует...